здравствуйте мои дорогие зрители я очень рада что вы сегодня заглянули на мой канал я хочу поздравить вас всех с началом весны наконец-то мы ее дождались у нас на севере правда весна наверное скорее календарная потому что еще достаточно холодно минус 10 минус 5 но в любом случае этот запах запах весны его конечно ни с чем не спутаешь у нас еще очень много снега но при этом настроение безусловно весеннее мне кажется что даже люди друг на друга стали смотреть по-другому стали более улыбчивыми ну может быть просто у меня такое настроение поэтому мне так кажется в любом случае хочу пожелать вам как можно больше теплых солнечных деньков и конечно же хорошего весеннего настроения сегодняшнее мое видео будет посвящено лаком для ногтей я покажу вам и расскажу о тех лаках которые покупала за последнее время которые носила последнее время ну еще кое-что из лаково маникюрных покупок я уже последнее время как-то не разделяю особо цветовую гамму на времена года ношу больше то что ну что у меня скажем подскажет мое настроение вот так и начну я пожалуй самого что ни на есть для меня осеннего оттенка это лак от эси я получила в подарок катюш спасибо огромное тебе за твои подарки еще раз первый мой лак этой марки что могу сказать очень интересная у него текстура когда вы наносите на ногти я наносила на два слоя как принципе любой другой лак создается впечатление что у вас какие-то фарфоровые ногти ногти как будто бы прозрачные очень красиво это смотрится на ногтях также мне понравился оттенок бежевый уходящий в сиреневый наверное такой какой-то неоновый немножко отлив красиво смотрится еще раз повторю качество лака мне тоже понравилось такая специфическая текстура у него я так думаю что лаки эси как и другие как и любые другие имеет разные текстуры вот этот у этого лака текстура именно такая полупрозрачная но смотрится очень красиво на ноготочках действительно руки очень ухоженные с ним и к тому же такой оттенок наверное не составит труда подбирать под одежду то есть ну такой универсальный на мой взгляд цвет понравился мне лак и по текстуре и потому как он смотрится на ногтях такой нежный весенний оттенок и ношу я его тогда когда разноцветие на ногтях меня утомляет и хочется чего-то нового далее моем любимом красном цвете когда пришла необходимость купить очередную бутылочку красного лака я остановила свой выбор на лаки от сали хэнсон салонный маникюр в оттенке 570 из всех линеек которые представлены у марки сали хэнсон линейка салонный маникюр является для меня самой любимой отличная очень очень удобная кисточку этого лака она немножко как бы скошена то ли с одного края то ли с двух я не знаю даже не скошена закруглена при этом она объемная как я люблю и в принципе проблем с нанесением у меня никогда не было эластичность лака тоже очень хорошая это важно для того чтобы ровно нанести лак глянец просто потрясающий глянец у этих лаков ну вот именно те которые имеют не имеют перламутра или каких-то частичек очень очень красиво смотрится глянец можно покрывать на второй третий день когда допустим вам нужно обновить маникюр чтобы он смотрелся как новый вот единственная немножко не угадала здесь с оттенком лака я искал все-таки классический красный а этот немножко уходит в малиновый подтон то есть красивый но не совсем то что я искала в любом случае конечно же я его ношу с удовольствием он очень красиво ярко и сочно смотрится на ногтях поэтому один из любимчиков далее два лака которые я очень часто последнее время использую это лаки от изодора опять же один розовый в оттенке 618 из все тоже той же посылочки от катюши и второй который я вам уже не раз показывал еще в том году его покупала 730 это такой сиреневый нежно нежно-сиреневый очень красивый оттенок я раз розовые лайки что-то я заговаривать розовые лайки не особо люблю скажу честно наверное в свое время просто было слишком много вот и вот именно в дуэте конечно маникюр смотрится очень очень красиво они просто созданы друг для друга если учесть что это одинаковая текстура это одна линейка одна марка то конечно маникюр получается очень красивый мне по крайней мере нравится когда его делаю масса просто комплиментов действительно хорошие лаки я уже не раз и не два их покупала и также не раз и не два вам о них рассказывала достойный вариант опять же небольшая упаковочка как я собственно говоря и люблю хорошо носится красиво смотрится по моему отличный вариант совсем недавно в нашем магазине летуале я обнаружила обновленный стенд лаков ревлон color stay как я себя не уговаривала я все-таки пройти мимо не могла я лаки от ревлон не покупала на года два у меня была такая печальная история я купила два лака и они были просто отвратительнейшего качества они все пузырились абсолютно не сохли и я точно года два не подходила к этой стойке но сейчас я увидела что дизайн лаков изменился я предположила что может быть они все-таки формулу тоже изменили и наверное это так потому что в этот раз лаки ревлон color stay меня порадовались своим качеством я выбрала два вот таких цвета и конечно их весенними точно не назовешь но это такие оттенки которые в моей коллекции не водится в первую очередь это оттенок номер 220 такой насыщенный зеленый глубокий зеленый с шиммером если его рассматривать на солнечном освещении он конечно блестит и переливается очень красиво и такой сочный яркий оттенок в более темном темном помещении он смотрится сдержанно мне уточню очень понравился понравился понравилось качество лака у них изменилась кисточка настала более широкая была очень очень тоненькая и как-то мне такие не нравятся вот качество понравилось единственно вот этот цвет он конечно обязывает я на к примеру будучи в розовой кофточке не могу предположить на своих ногтях зеленый лак поэтому прежде чем что-то на себя надеть я конечно буду думать о том что у меня ногти зеленого цвета и соответственно делать какой-то свой выбор во всем остальном этот оттенок но по крайней мере не банальный этим он мне и понравился ну еще один лак он уже без блесток просто глянец это цвет мне трудно описать я даже не знаю как он правильно называется но для меня это глубокий насыщенный темный цвет морской волны тоже на мой взгляд очень красиво смотрится я комбинировала его с лаком от лореаль и по моему вот в таком дуэте он смотрится очень красиво качество то же самое как и предыдущий оттенок не подвело мне все понравилось а я где-то прочитала что этот оттенок окрашивает ногти и я снимала первый раз лак очень переживала но казалось что такой проблемы у меня по крайней мере не было конечно же у меня была основа как и при использовании любых других лаков но такая проблема не очень часто существует лаки окрашивать ногтевую пластину какую бы основу я не использовала честно говоря даже не знаю с чем это связано вот еще раз повторю отличные лаки и хорошее качество удобная кисточка поэтому я довольна покупка но еще один красавчик от лореаль у меня появился 822 это шиммер это блески но они как-то смешанные с темными то есть золото с темным получается очень очень красиво в основном я этот лак использую в дуэте какими-то другими лаками и в таком варианте он мне нравится больше всего конечно и можно просто накрасить ногти но как-то слишком много блеска я не люблю вот он не прозрачный это не верхнее покрытие это самостоятельный лак и на два слоя он отлично покрывает ноготь вот тоже очень красивый на мой взгляд вариант особенно если вы использовать с какими-то другими лаками но еще два новых лака это golden rose rich color я покупала эти два оттенка друг под друга то есть носить ношу их вместе дуэтом но в принципе и по отдельности конечно же они замечательно смотрятся какой-то такой припыленный сиреневый я уже не буду там не знаю в который раз он говорит о качество о качествах этих лаков о том как я их сильно люблю потому что в каждом моем видео маникюре и о лаках эта линейка обязательно мелькает отличные лаки и вот этот дуэт достойно пополнил мою коллекцию но и заключение еще немного лаково маникюрных покупок совсем недавно я покупила купила для себя вот такое верхнее покрытие для лака это соли хэнсон мега шайн зеркальное покрытие для лака я думаю что многие из вас уже с ним знакомы потому что действительно продукт уже давно существует на рынке для меня из такого плана средств это одно из самых любимых она дает действительно зеркальный блеск который очень долго держится не царапается маникюр и вообще очень очень красиво выглядит и естественно такое средство продляет жизнь вашего маникюра для меня только один минус у этого продукта что он достаточно быстро подсыхает во флаконе как часто бы я им не как бы часто его не использовала но все равно сохнет и когда уже немножко остается там уже одна густота и такое средство не украсит ваш маникюр а скорее испортит потому что густое верхнее покрытие понятно сделает ваши ногти как скажем толстыми на какими-то воды к тому же сохнет будет это все дело очень очень долго но все-таки тот глянец который дает мега шайн для меня не сравним ни с чем я конечно не могу сказать что я пробовала все что существует в этом мире из верхнего покрытия но из тех средств которые использовала я мега шайн для меня самое самое лучшее поэтому я ему прощаю какие-то мелкие недочеты но не дочет принципе только один что в конце до конца его использовать невозможно он начинает посты подсыхать во всем остальном для меня отличный продукт еще одна новинка я заказала себе жидкость для удаления лака от фаберлик без ацетона с добавлением масел и жидкость не очень понравилось действительно очень мягко но хорошо снимает лак бывает частенько что средства как в которые добавлены масла не конечно очень мягкие но чтобы удалить лак это надо максимум усилия приложить здесь как раз в этом плане все хорошо удаляет очень очень быстро при этом мягкая даже кутикула после использования совершенно не сохнет вот единственное я сомневаюсь что после него можно сразу наносить лак я все-таки руки мою с мылом потому что масляная вот эта пленка которая все-таки на ногтях остается она мне кажется будет создавать пузырьки от лака ну я так предполагаю возможно я не права но в любом случае на масляное покрытие наносить лак это не совсем правильно вот хорошее средство от фаберлик и я очень довольна еще одну жидкость я купила это такая конструкция всем известная с поролоном решила я тоже такого вида средства попробовать для меня честно говоря вариант такой не подходит потому что у меня все-таки лаки яркие и два-три раза максимум я использую и уже весь поролон окрашивается и когда после красного лака я потом начинаю стирать синий этот красный начинает остатки этого лака где-то мне отпечатываться то есть это такая морока нет мне кажется такой вариант идеален если у вас какие-то натуральные цвета лаков тогда да а вот с яркими не знаю по крайней мере у меня ничего не получилось поэтому думаю что такого плана жидкость я больше покупать не буду что ж на этом я закончу свой рассказ хочу только отметить что в моих хотелках обязательно на весну приобрести какой-то яркий насыщенный лак цвета пиона что-то такое цветочное хочется но не неоновая дешевая вот именно какой-то красивый цветочный оттенок не знаю как он будет выглядеть но наверное я увижу пойму что это она у нас до цветов еще конечно на дальнем востоке очень очень далеко поэтому пускай цветочки распускается на моих ногтях обязательно оставляйте свои комментарии какие ваши самые любимые оттенки это весны что вы обычно носите что вы хотите приобрести все что касается этой темы а я еще раз поздравляю вас с наступившей весной будем возрождаться вместе с природой новый макияж новая прическа новое платье в конце концов все что может порадовать женщину это весной пусть у вас обязательно будет все хорошо хорошее настроение здоровья солнышко за окном до встречи на моем канале пока макияж новая